Книга «Открытым оком», 19 том. Вопрос 3302, тема покаяния. Мы верующие и верим в милость Божию и в чудеса от Бога. А вот если бы отец Нафанаил пришел и принес искреннее покаяние устно и письменно, то приняли ли бы его? Или если бы сказал, что все это он написал нарочно, чтобы нас испытать, как мы его любим, настоящие ли мы христиане? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин, Матфея 20, 22. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? Вы даже не представляете, что он натворил. Он отрекся от священства своего, от всего, что было в таинствах. Ибо все это им объявлено недействительным. Он отрекся от церкви единой, Христовой, ужав ее до никому неизвестного Кирика Греческого. Тут не властен ни священник, ни церковно-приходской совет, а только архиерей будет решать его участь. И, конечно, если смотреть по канонам, то за то, что он придурялся, как говорите, нарочно все это написал в курсовой, тогда его свободно ставить под шестидесятое правило. «По елику апостол вопиет, яко присоединяющийся Господу, един Дух есть с Господом» 1 Коринфянам 6, 17. «То явно есть, яко и противнику себе усвояющий, бывает едино с ним, по общению. Посему рассуждено, лицемерно беснующихся и таковый образ действий по злости нравов, притворно на себя приемлющих, наказывать всяким образом и подвергать их таким же суровостям и трудам, каковым подлинно беснуемые ради освобождения от демонского действия праведно подвергаются». Апостол, 79 правило, Василия Велика, 83 правило. «За то, что сам себя назвал не священником, то есть свое бывшее в патриархии рукоположение признал недействительным и перерукополагаться дерзнул где-то, зато он и извергается из сана, делается из отца Нафанаила Николаем Николаевичем или дядей Колей». Апостолское, 62 правило. Петра Александрийского, 10-11. На подобные курсовые написания я отношусь как к изречению «черт под локоть толкнул». Бывают чудеса, но пока мне не пришлось быть свидетелем подобного. Сколько ушло и стонут, и ревут, а вернутся, как льву толстому, нет мочи. Те, кто взялся утверждать, есть ли благодать в патриархии или в иной церкви, где сохранилось преемственно-законное рукоположение от апостолов христовых, все пишут на волнах бурных. Стоит только сегодня умереть, и что тогда? Каноны с собой не потащишь, а уж судить-то Бог будет очень строго. Именно по словам Христовым, которые мы нигде не обретаем в чистом виде, как только в Евангелии. Иоанна 12, 48. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Представим, что все стоят на суде страшном, и придется за каждое слово отвечать сполна. Римлянам 14, 10. «А ты что, осуждаешь брата твоего? Или и ты, что, унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». Допустим, один человек не дерзал решать, где нет благодати, так как о том в Евангелии не слово. С него и не спросится о том, ибо о, ибо о том он молчал. Матфея 12, 36. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. А решать о невидимом, о благодати, самым неприступном для зрения, за это безумие как ответим?» Другой решал, ссылаясь на мнение, пусть даже канонизированного человека. Но что тот имел в виду? Как изменилась обстановка? Этого никогда не свести. Да и как по одному трём решать обо всех? В патриархии сегодня 170 архиереев, в 130 епархиях. Но кто участвует в Совете нечестивых? В экуменизме? От силы 10. А из священников в 27 тысячах приходах кто экуменист? Где и с кем молиться? Это же только разговор. Я ни одного не знаю, кто бы молился с еретиками. Всемирный совет церквей никакой роли нигде не играет. А так пустозвонят и дразнят дураков-гусей. На бытовом уровне домашний экуменизм у подавляющего большинства христиан. И не трубят о том. А вот тут мы уже вольны поступить точно по слову Божию. Не участвовать с родными и близкими в негодных делах. Совсем с нехристианами. Не обещано Богом, что по канонам нас судить будут на суде Божьем. Так что нужно быть предельно осторожным. Не каждому кирику верить. Не за календарь, не за двуперстие бороться, а за слово Божие. Жить по священному Писанию. 1 Коринфянам 4,5 Да и зачем Николаю проситься к нам, если наше устройство ему на дух не нужно было? С чего бы вдруг он полюбил нашу стройность, собрание, тишину? Значит, ему нужно другое, и он волен то избрать. Но я не верю, что он найдет покой душе там. Сузив любовь Божию до одного несчастного кирика, он же этим не Бога прославляет, а свою узость и нетерпимость. А это уже сектантское мышление. Иеремия 2,24 Привыкшую к пустыне дикую ослицу, в страсти души своей глотающую воздух, кто может удержать? Премудрости Соломона 12,15 Будучи праведен, ты всем управляешь правильно, почитая несвойственным твоей силе осудить того, кто не заслуживает наказания. Матфея 12,7 Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Римлянам 2,27 И не обрезанный по природе исполняющий закон, Не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании? Скончался мой друг, но лишь тело, Истлело, как ряд на воде, Лишь куртка его опустела, Обвиснув на ржавом гвозде. Лишь речи затихли хоть мало, Тревожили воздух они, Земля же просторнее стала Всего только на две ступни. Но как велико его место, Во мне это знаю лишь я, Как сердцу безвыходно, тесно, Как сдавлена память моя. Давид Кугультина